С полной уверенностью можно сказать о том, что чудеса происходят, а вместе с ними наша жизнь наполняется атмосферой радости, счастья и тепла. Тепла человека, который не остался безразличным к проблеме, зачастую совершенно незнакомых ему людей. К такому выводу пришли девушки и юноши, представители Дагуиплского молодежного отделения Латвийского Красного Креста, которые в преддверии рождественских и новогодних праздников организовали благотворительную акцию «В этом мире есть любовь». А 21 января подвели ее итоги. В наше время принято считать, что каждый человек отвечает сам за себя, но наша акция показала, что это не так. Люди горят желанием помочь другому человеку. Они понимают, что нужно не только думать о себе, но еще о других. Что если мы живем, слава богу, хорошо, это не значит, что все люди живут в такой же одинаковой ситуации и всем легко. И поэтому люди пытаются войти в их положение и максимально помочь, насколько это возможно. В этом году главными героями благотворительной акции стали дети с ограниченными возможностями и их семьи. В течение полутора месяца волонтеры Красного Креста собирали пожертвования и новогодние подарки для этих ребятишек, которые тоже очень любят праздники. А кто сам отзывчивый? Молодые люди, ваши сверстники, взрослые люди, бабушки с дедушками? На самом деле очень сложно выделить определенную категорию людей, потому что есть и молодые люди, которые с удовольствием останавливаются и покупают игрушечки, констовары и так далее. Есть люди среднего возраста, которые также приносят и сладости, и в основном жертвуют деньги. И также пенсионеры, которые говорят, что пока я еще могу, я буду помогать людям. Возрастная категория на самом деле различна. Мы встретили молодых людей, которые никогда серьезно не воспринимали подобные акции. И вдруг они стали ее участниками. Несомненно, сделали очень хорошее дело. И в первую очередь для себя. Участие в благотворительном марафоне приняли предприятия, частные компании, муниципальные учреждения и частные лица. Сообща было собрано 2278 евро. Особенно хочется отметить Дагубевский пансионат, работники которого собрали 280 евро. Не остались в стороне от акции трудовые коллективы дошкольных учреждений. А это детские сады номер 1, 2, 14, 15, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 32. А также специализированный детский сад номер 9. В свою очередь сотрудники 18 и 23 дошкольных учреждений собрали 635 евро на лечение от двоих детей. Один из которых находится в коме, а другой, несмотря на свой юный возраст, борется с ломкой заболеванием. Участие в благотворительной акции также приняли общество Дзивы Спрекс, работники Дагубевской психонервологической больницы и учащиеся первой специализированной школы. А также 13-й средней школы и торговой школы. Ученики последней подготовили для детей с ограниченными возможностями 80 подарков. Посильный вклад в благое дело внесли и сами горожане. Самое тяжелое в вашей работе, в рамках этой акции, что было? Подойти к человеку, ну почти с протянутой рукой, объяснить, что самое тяжелое? Поначалу мне казалось довольно-таки сложно в магазине, как начать именно разговор. Потому что люди проходят, они куда-то спешат, они бегут в магазин по своим делам, плотный график жизни, и все куда-то спешат. И остановить человека, найти именно правильные слова, которые зацепили бы, скажем так, и они остановились бы, это было сложно поначалу. Но потом мы стали обращаться к каждому человеку, и было очень приятно замечать, что очень много людей останавливаются, как минимум выслушают, а как максимум многие люди приходили и действительно приносили сладости, и даже много сладостей, или клали денежку. Я полностью согласна с Дианой. Когда я стояла возле магазина, мне тоже было сложно начать разговор с незнакомыми для меня людьми. Но раз от раза, начиная эту беседу, становилось все легче, ибо наши люди на самом деле очень отзывчивые. Приятно было это видеть и радостно осознавать, что люди готовы прийти на помощь чужим людям. Все собранные в рамках благотворительной акции средства в виде материальной помощи будут направлены 100 дауглоплским семьям, на воспитании которых находятся дети с особыми потребностями. Лариса Кириллова, Александр Хлистов, телевидение, даудком.